Может, сперва ответишь на пару вопросов? Расскажи мне про эту стаю. Она там уже много лет. Мы убиваем их столько, сколько нужно, забираем детали. А на смену им приходят новые машины. Машины убийцы, о которых ты говорил. Охраняют стаю. Мы убиваем их, а они снова приходят. Сперва пила зубы, потом лиходеи. А теперь песком драный громозев. Да. Ты говорил, столица шлёт вам воду? Не просто так. Мы платим за неё деталями машины. Самые ценные их сердца. Каждая деревня в пустыне чем-то платит за воду. Постоянный источник есть только в палящем копье нашей столицы. А в наших краях это означает, что все зависят от них. Так повелось в пустыне. Так мы жили всегда. Да. Похоже, ты не в восторге от вашего предводителя. Чтобы выжить в пустыне, мы должны превзойти другие кланы в дисциплине. Она во всём любит закон и порядок. А ты нет. Её порядки нет. Это неподчинение. От жажды мысли путаются. Он называл тебя духовником. Что это значит? Это значит, что я дожил до почтенных лет. Пережил братьев в сражениях. И даю советы клану пустынников. Те, кто доживает до моих лет, должны делиться мудростью с молодыми. Объяснять, как должны вести себя воины, когда их упрямство застилает им глаза. Ты знал воина Регаллы? Груду. Он был из наших. Как и Регаллы. Гордость клана пустынников. Почему она напала на свой народ? Решила, что её предали. Регала была легендой нашего клана. Бесстрашной и беспощадной. Она была шерифом. На службе у Хикара. Вождя всех Тенакт. И что случилось? Король Карха предложил мир. И Хикара согласился. А Регала хотела отомстить за все злодеяния, совершённые Карха. Чтобы империя Тенакт захватила Восток. И она спорила решение Хикаро. Ему пришлось сойти с ней в поединке. Он победил. Она должна была пасть от его руки, но... Вождь пощадил её. А для Тенакт... Такое милосердие, как пощёчина. Теперь она управляет машинами и убивает шерифов. И мы больше не можем игнорировать её лагеря в пустыне. Пустынники не нападают на эти лагеря. Регала и Хикара сами разберутся. Если вождь достоин править, он победит. Если нет, пора уступить место. Как-то это жестоко, нет? Это пустыня. Я помогу добыть нужные детали из машин. Одному тебе идти явно не стоит. Похоже, ты нужен своей деревне. Мне она нравится. Чужеземка, которая нас понимает. Отправляемся или встретимся у заставы на Юго-Востоке? Я с тобой. Отлично. Пойдём в каньон на Юго-Востоке. Да защитит вас сила десятых. Я дождусь вас и сообщу в столицу. Так и сделай. Ух, блин, я это... Сюда. Чем скорее мы добудем сердца, тем быстрее получим воду. Подожди. Мне нужно... Сейчас. Забыл. А то маска... Нет. Без бра... Этой. Все. Где он есть? Пойдём. А я уж думал, ты обо... Как же так? Чужеземка согласилась нам помочь, а клан нет. И Джетаки хватает наглости говорить, что у предводителя есть причины задерживать поставки воды. А ты думаешь, нет? Думаю, она часто говорит, что воды мало. Но вряд ли в палящем копье умирают от жажды. А её отряд? Нет. Они всегда могут омыть руки, когда захотят. Нашим кланом должен править тот, кто знает, что такое нужда. Кто умеет сражаться и выживать. Ты сейчас о себе говоришь? Я всю жизнь провёл среди дюн пустыни. За каждый глоток воды я бился своими руками. И я сильнее её. А ещё симпатичнее. Ну-ну. Я бы дал каждой деревне столько воды, сколько нужно её жителям. А разве Джетака не сказал, что у вас и делить-то особо нечего? Я бы придумал, где взять воду. Решение есть всегда. Пожалуй, это правильный взгляд на жизнь. Мы на месте. Готовь оружие к бою и следуй за мной. Ясно. Решение есть. Мы должны быть в порядке. Наши солдаты обычно готовы к такому машину гоняют. Если они не забывают, они пригодятся в паше. Спасибо. Нам пора. Так же. Не оттуда класть. Положу в хранилище. Эй, куда ты? Загон в той стороне. Я ждал тебя. Ну, и что же Нора ищет на запретном западе? А кто сказал, что я что-то ищу? Вряд ли ты столько прошла ради пейзажей. Я пытаюсь кое-что исправить. Ясно. Пусть это будет тайно. Спасибо за то, что решила исправить и нашу ситуацию. Мы на месте. Давай обсудим планы, приступим. Ох, победительница, елки-балки. Ветер куда-то торопится. Мне тоже лучше поспешить. Пусть. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Поджигать ей нет смысла. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Продолжение следует... 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 Я смотрю того солдата. О, блин, мы хоть это... М-м-м. Во, хоть это самое... Хоть это самое. Нашли. Полутаемся. Так, чё там, где они? Вон они, да? Элой. Опять я молча сражался. Молчком. Солдать такую чушь навлечёшь. Я думал, я уже не жилец. Ты хороший солдат. И вернёшься домой. Благодаря ей. Это ты решил, что нельзя бросать людей? Э... Я знаю, что о многом прошу, но... Можешь доставить сердца в острую длань? Мы пойдём следом. Конечно. Не спешите. За сердце того громозева мы получим достаточно воды. Спасибо, Элой. Пойдём. 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 Нам тут придётся идти. Слышь. Так, и как тут карта? Слышь. А нам тут вот это самое. Запас лишним не будет Да точно, Элой, точно Субтитры сделал DimaTorzok Ах ты сука, такая Ах ты сука Ах ты сука Да ё, Элой, что ж ты мажешь-то? Да легче, масок надо меньше, бля Ах ты сука Я вот не могу понять, я три раза в него всадил Бегемот может и гору свернуть, если захочет Субтитры сделал DimaTorzok Ох ты субтитры сделал DimaTorzok Да не говорите! Блин, там еще и бодемот оказался. Вот это мы неслабо подогрузились. Вот это мы неслабо подогрузились. Чуток, так, мой друг. Да, Элой? Ну, клюв бурдюка нам, по-моему, не дали. Ладно, клюв бурдюка нам не дали, по-моему. А там хрен его знает. Да, ста, вот это, конечно. М-м-м. М-м-м. Ладно. Пошли, Элой. Это мы как раз нарвались на вот того хрена. Я с ним уже тут бился. Нет, это я. Нам вот сюда надо. Да. А ведь могли просто нас могли прибить. Нас просто же могли прибить. Элой. Хотел в котел сходить, но, видишь, пошел на охоту. Охоту. На охоту пошли. Кому моя жажда? Да. Ты вернулась. А где драка? Да. Уже здесь духовник. Прихватил с собой немного багажа. Она добыла сердца и сердце Громозева. Ты бы видел это пламя пустыни? Вот. В честь нашей доблестной победы. Великой победы. Предводитель будет рада о ней услышать. Доставь их поскорее в палящее копье и расскажи сколько людей погибло за них охотница поговорим поговоришь ли и на запад говорят ты не только мастерица лукой копья но и обладаешь особым зрением и умеешь видеть то что связано с предтечами можно сказать и так так это правда ты много сделала для клана но наши проблемы гораздо сложнее чем думает драка может твое особое зрение сможет нас выручить в чем именно проблема не здесь встретимся в палящем копье я все объясню увидимся когда берутся хорошо это вопрос жизни всего клана опыт я тут сварюсь в этих доспехов вот так вот ты видал ну вот прошли мы задание на громозила потом пойдем следующее задание выпивать но уже в следующей серии дорогие друзья всем приятного было просмотра вот такая лой красавица есть еще один доспехе но мне не удается получить на них комплектующий чтобы можно было в них сажаться но попробуем там она будет вообще супер а посмотрим поборник ты на кто не то а тут только от воды от альда защищает супер и еба прокачать до эту броню еще одна броня супер тут просто ну надо и прокачать не удается прокачать не удается не удается ладно втором посмотрим там есть чем что можно поставить где-то ладно ладно нету так нету тут у нее защита от основных так